МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областные парламентарии без шумихи приняли законопроект о полуденной тишине, в очередной раз поспорили о порядке эвакуации автомобилей и отправились на каникулы. Общественники вместе с депутатами наполнили продуктовые корзины молоком и овощами. Экспертиза покажет, полезны или опасны продукты супермаркета. Лучшим выпускникам новосибирских школ подарили звезду. Тем, кто достиг высот в обучении и получил 100 баллов на госэкзамене, вручили памятные медали. О самом важном и интересном, что произошло сегодня в городе, это новосибирские новости. Здравствуйте. Ко дню города гарантийный ремонт дорог на самых проблемных участках должен быть закончен. Пока работы продолжаются, внимание уделяют не только центральным улицам, переделывают покрытие и на менее оживленных магистралях. Причем асфальт подрядчики меняют за свой счет. Где работы уже закончили, расскажет Вероника Иванова. Сплошной участок, а здесь частичные ямочки в местах подрушения. Ответственные за ремонт отчитываются перед градоначальником. На улице Большой заменили асфальт на площади 4600 квадратных метров. Все за счет подрядчика. Новый гарантийный срок на эту работу – 5 лет. Дорожное покрытие на этом участке укладывали в 2010 году. Однако оно не выдержало пятилетнего срока гарантии. Дело в том, что здесь образовалась колея. Движение по одной полосе в каждом направлении. Вода во время дождей уходит в полотно и делает его шатким. Что лежит в самом основании новосибирских дорог, для подрядчиков всегда неожиданность. Порочный круг. После обновления улицы буквально обречены на очередной ремонт по гарантии. При оценке ремонта следующего года, допустим, или текущего, на некоторых участках нужно, как правило, делать еще и замену основания. Надо прибегать уже на некоторых участках не просто к ремонту улиц, а уже, возможно, к реконструкции, либо к капитальному ремонту. Однако это уже расходы на порядок выше, и нагрузка ложится не на исполнителей, а на бюджет. Поэтому в этом сезоне на этих участках ограничатся только гарантийными работами. Осталось восстановить 3,5 тысячи квадратных метров полотна на улицах Лаврентьева, Новогодний, Богдана Хмельницкого, Фабричной и других. Список не окончательный. Мы продолжаем мониторинг дорог, и возможно увеличение гарантийных претензий дальше к дорожникам. Поэтому на сегодняшний день существуют гарантийные обязательства, гарантийные претензии, и будут выполняться обязательства на 42 тысячах с половиной квадратных метров. Порядка, не порядка, а 8 организаций подрядчика. Гарантийный ремонт должны закончить ко дню города. Новый асфальт в этом году уложили на тротуары, например, на Монументе Славы. Объем работы, который мы здесь выполняли, был порядка 6 тысяч квадратных метров. Задача стояла до 22 июня все это дело сделать. Это снять старое покрытие, обновить основу, положить новое покрытие и установить садовый премик. Это вот, который по тротуару у нас идет. Такой мелкозернистый асфальт прослужит десяток лет. Возможно, лишь просадка грунта из-за подземных коммуникаций. Но в сквере, к счастью, они проходят не под тротуарами. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Сегодня на Красном проспекте у дорогого магазина в доме с часами были демонтированы дорожные знаки, разрешающие парковку и ограждающие столбики. Власти ликвидировали стоянку для четырех автомобилей, которая вызвала возмущение горожан. Такое решение принял мэр. Поскольку сейчас идет работа над проектом единого городского парковочного пространства, в нем учтут интересы и автомобилистов, и велосипедистов, и пешеходов. Кроме того, ликвидация парковок на Красном проспекте повысит безопасность дорожного движения и пропускную способность выделенной полосы для общественного транспорта. Областные депутаты сегодня приняли несколько резонансных законопроектов. Перед уходом на каникулы парламентарии поставили точку в вопросе эвакуации автомобилей на штрафстоянку, одобрили тихий час, налоговые каникулы для начинающих бизнесменов и льготы для пивоваренных компаний. С подробностями Анна Кондратенко. Перед последней в этом сезоне сессии областных депутатов встречают общественники. Пикетчики выступают против введения налоговых льгот для пивоваренных компаний. Чтобы их было лучше видно и слышно, они забираются повыше и периодически выкрикивают лозунги. Алкоголь, одежда, алкоголь, убийца! Но депутатов протестные лозунги не остановили. Сегодня народные избранники приняли закон о налоговых льготах для пивоваров. Мы должны понимать, что предоставляя налоговую льготу производителям в размере около 200 миллионов рублей по налогу на прибыль, мы тем самым приобретаем увеличение отчислений от акцизов в размере около полутора миллиардов рублей. Таким образом, чистый дополнительный прирост областного бюджета – это миллиард 300 миллионов рублей, которые уже распределены, в том числе и в сельские районы, и в том числе и на те вещи, которые крайне нужны людям. Это и ремонты школ, и ремонты домов культуры, и дороги, и все остальное. Также депутаты единогласно поддержали закон о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей и дневной тишине. С 13 до 15 часов будет запрещено делать ремонт, громко слушать музыку и ругаться за нарушение штрафа – от 3 до 10 тысяч рублей. Много было вопросов и спекуляций по поводу того, что эта норма может повлиять на экономическую деятельность предприятий. Подчеркиваю, речь идет о запрете нарушения тишины и покоя в многоквартирных домах. Если закон о тишине приняли без лишней шумихи, то резонансный проект об эвакуации автомобилей на штрафстоянку снова вызвал жаркие дискуссии. Документ представили в двух вариантах. Версию депутатов Леоненко и Зазули, продвигавших законопроект сентября, отвергли, а предложенную неделю назад комитетом по транспорту приняли. Все предельно всем ясно. Всем понятно, из-за чего шут спор. Когда считать момент эвакуации и когда можно вернуть машину. Все остальные придирки юридические, то есть это были некие формальности. Я все-таки чувствую, что здесь вступили некие партийные амбиции. Сегодняшняя сессия областных депутатов стала заключительной перед летними каникулами. Подводя итоги, председатель ЗАГС Собрания пожурил народных избранников за дисциплину. Некоторые пропустили половину заседаний. Не исключено, что уже в следующем политическом сезоне злостных прогульщиков будут наказывать, к примеру, штрафами. Анна Кондратенко, Олег Макаров, Новосибирские новости. В то же время парламентарии не стали направлять президенту обращение с просьбой заморозить тарифы ЖКХ. И уже с 1 июля некоторые коммунальные услуги подорожают. Вырастут в цене газ, свет и вода в среднем на 8-10%. Самое серьезное подорожание коснется водоснабжения. Тариф вырастет на 12%. Кубометр холодной воды обойдется почти в 16 рублей. Стоимость 1 кВт-часа электроэнергии составит 2 рубля 34 копейки. Поднимутся цены на отопление, природный и сжиженный газ. Повышение тарифов зависит от ресурсоснабжающих организаций. Рейд по нелегальным перевозчикам прошел сегодня в городе. Водители общественного транспорта на привокзальной площади и в центре Левобережья проверяли сразу несколько служб. Сотрудники ГИБДД смотрели, есть ли аптечки и огнетушители. Специалисты управления пассажирских перевозок мэрии проверяли наличие договоров и расписание маршрутов. Отсутствие этого документа влечет штраф. С начала года произошло 66 ДТП с участием общественного транспорта, в которых погибли 5 человек. Нередко виновниками становятся нелегальные перевозчики. Такая работа у нас практически ежедневна со стороны контрольно-ревизионной службы ЦУГАЭТа проводится. Но на сегодняшний день мы приняли решение провести такой расширенный рейд с привлечением сотрудников федеральной налоговой инспекции. Это посмотреть трудовую занятость населения, это уплата налогов. А общественники вместе с депутатами отправились на проверку супермаркета. Система ГОСТов давно работает, инспекции санитарных врачей и других ведомств результатов не приносят. Ведь о проверке магазины по закону предупреждают заранее. Что необычного находят в обычных продуктах, расскажет Александр Попов. Специалисты Центра оздоровительного питания уже давно не ставят целью найти продуктовые подделки, товары с добавками или ГМО. Основная задача – отыскать здоровые и полезные. К примеру, за несколько лет экспертиз только два раза нашли настоящее сливочное масло. Депутаты также отмечают рост жалоб на качество. Совместными проверками с общественниками хотят дисциплинировать производителей и продавцов. Чтобы провести нормальную проверку, которая не будет оспорена с легкостью представителям торговой сети в суде, приходится соблюдать всю эту процедуру от момента закупки до момента проведения анализов в лаборатории. А чисто по жалобам никаких мер фактически принять непосредственно невозможно. Закон у нас такой. Эксперты сегодня делают контрольную закупку молочных продуктов. В них часто находят вредное для организма пальмовое масло. Также в корзине контролеров овощи. Еще не сезон, а прилавки уже завалены ими. Поэтому велика вероятность обнаружения в них нитратов. И мы смотрим продукцию свежую, нашу, хорошую, ту, которую вы выбрали бы для себя. Экспертиза займет около двух недель. Если найдут некачественные продукты, документы подадут в суд. Только так возможно запретить изготовление и реализацию товара. Специалисты сетуют, без таких проверок дисциплинировать продавцов нереально. Следить за качеством они не хотят. У нас в Новосибирске пока таких магазинов, которые бы брали на себя ответственность, реально, реально подчеркну, объективно проверять состав продуктов, их натуральность, качество и так далее, их пока нет. Магазинов, которые отправляют на проверку продукты питания, по всей стране наберется лишь несколько десятков. Пионерами в этом деле пока выступают Москва и Нижний Новгород. В Новосибирске же руководители торговых сетей надеются на авось. Вдруг инспекция пройдет стороной. Александр Попов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Лучших выпускников сегодня чествовали с особой помпой. Школу в этом году покидают более 7 тысяч 11-ти классников. Каждый десятый награжден медалью за особые успехи в учении. А тем, кто получил на экзаменах максимальные 100 баллов, сделали необычный подарок. Дарья Рогова – одна из тех, кого называют круглой отличницей. На выпускном под аплодисменты одноклассников ее награждают медалью за особые успехи в учебе. На радость переполняет, потому что все эти 11 лет я стремилась, чтобы получить аттестат с отличием, золотую медаль. Вот поэтому я довольна собой. У выпускников Зайльцовского и Калининского районов с выбором будущей профессии проблем почти нет. Школьники часто посещают предприятия. На Богдан-Хмельницком у нас много предприятий, которые работают в атомной остросли. Их родители некоторыми поколениями уже посвятили себя средьмашу, так скажем, атомному машиностроению. Для выпускников Аэрокосмического лицея вопрос, куда поступать, тоже решен. Любовь к точным наукам здесь прививают на всю жизнь. После школы кто-то учится самолетостроению, кто-то информатике и программированию. Не все они, конечно, пойдут по этому пути. Но все равно, получив здесь закалку, такую вот профессиональную закалку, по жизни они не потеряются. Аэрокосмический лицей входит в число лучших школ страны. Закончить его престижно, а получить медаль вдвойне. На самом деле ощущения очень смешанные. Как бы что-то между тем, что уже да, поскорее бы закончить универ, новая жизнь. И как-то так не хочется выходить, хочется продолжить обучение в родном лицею. В этом году в городе за особые успехи в учебе медаль получили почти 650 выпускников. Ректоры вузов присматриваются к лучшим из лучших. Мы надеемся, что большинство из них найдут применение своим знаниям, способностям, своим амбициям у нас в городе, в наших вузах, на наших предприятиях, в наших научных учреждениях. Одним словом, реализуют свои возможности здесь, в Новосибирске. Особое внимание в эти дни к выпускникам, которые получили высший балл на ЕГЭ. У юных звезд теперь есть звезда настоящая. С пожеланиями достичь космических высот выпускникам вручили сертификаты. Одно из светил отныне носит имя новосибирских стобальников. Анна Гурьянова, Вероника Иванова, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. На городском портале ко дню города запустили викторину. Вопросы помогут проверить знания о Новосибирске и его истории. Тем, кто хочет без труда ответить на все задания, стоит сходить на экскурсию по Тихому центру. Как столетия назад жили купцы, узнал и Александр Вяткин. Центр, центральная улица. Здесь не могли строиться простые люди или ставить жилые дома. Чтобы отыскать в центре города историческое место, далеко ходить не надо. На пересечении улиц Коммунистической и Красного проспекта рядом стоят сразу три купеческих дома. Наш маршрут лежит по Красному проспекту до площади Свердлова, где сохранилось много интересных памятников, островков старого города, мимо которых мы ходим каждый день, но мало о них знаем. Они вместе с тем сохранили просто потрясающие истории. Характерная особенность особняков прошлого века – окна, смотрящие в стену. Нужны они были для приема товара. Сейчас из-за ненадобности их заложили кирпичами. В начале 20 века в здании за моей спиной жил купец. В 60-х годах решили, что необходима реконструкция и достроили три этажа. При этом даже не укрепляли фундамент. Технология была совсем другая. Дом стоял в прямом смысле этого слова на камнях. Булыжники до сих пор выпирают из-под кирпичной кладки. Этот дом сейчас на реконструкции, а когда-то его построил еврейский купец. Переехав сюда, он поселил на втором этаже нужного человека. И из-за этого долгое время не платил налоги. Стал в итоге одним из самых богатых людей у Нового Николаевска своего времени. Дома находчивых купцов соседствуют теперь с памятниками советской истории. Знаменитый дом с часами на Красном проспекте стал олицетворением идей всеобщего равенства и жизни в коммуне. А это здание в прошлом было похоже на современное студенческое общежитие. Только вместо комнат – квартиры. Интересная особенность – в них не было кухонь, но была общественная столовая. Так в 30-х годах прошлого столетия выглядела коллективизация. Женщин хотели избавить от кухонного рабства. Эти исторические факты известны далеко не всем новосибирцам. Чтобы знать больше о родном городе, стоит прогуляться по его улицам с экскурсоводом. Исторические прогулки музей Новосибирска проводит регулярно. Александр Вяткин, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Им рукоплескали стоя все мировые концертные площадки. Семейный афроамериканский церковный хор с импровизацией сегодня выступает на сцене зала имени Катца. Пять сестер и двое братьев под руководством своего отца, епископа, исполняют духовную музыку. Но глубокая религиозность совершенно не препятствует семейному творчеству. Эта колоритная манера церковных песнопений узнаваема сразу. Причем в ней слышатся и современные течения – соул, фанк, рок, блюз и R&B. Как правило, на таких выступлениях можно не только слушать, но и танцевать вместе с исполнителями. Они могут сидеть, стоять, хлопать, танцевать, бегать. Потому что как только мы выходим на сцену, мы стараемся захватить аудиторию так, что они уже забывают о камерности зала. Основной посыл в том, чтобы создать единство. Чтобы как можно больше людей жили в мире, знали друг друга. И вообще, если честно, мы своими концертами расширяем нашу и без того громадную семью. И на этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова